Всю историю человечества Высокую ценность имела особая группа объектов неживой природы Артефакты человеческого труда И это их свойство быть ценными для других людей Напрямую связано с высокой ценностью человеческой жизни С ростом уровня механизации Ценность артефактов человеческого труда Все сильнее возрастает по отношению к ценности природных ресурсов Или автоматически произведенных артефактов Самые редкие и сложные артефакты Такие как ноу-хау в производстве Операционные системы Крупнейшие интернет-сайты Своды законов государств И другие творения человека И составляют основу человеческой культуры Я научился программировать рано в детстве И провел за этим занятием большую часть своей жизни И так как другие вещи в этой жизни я тоже очень сильно люблю То всю свою жизнь я стремился сократить время Которое я трачу на разработку своих программ Уменьшить количество ошибок в них И увеличить вероятность дописать каждую из программ до конца Чем дольше я занимался этим Тем больше приходил к выводу Что проблемы не в моих навыках программирования И не в том, как я пишу код И что более важно Подобные проблемы я встречал не только при программировании Но и при разработке любых других артефактов Для решения этих проблем В индустрии разработки программного обеспечения Применяют разнообразные приемы О которых я и хочу обзорно рассказать в этой лекции Мы рассмотрим методологии Которые помогут нам управлять процессом разработки Потом поговорим о том, как оптимизировать Ускорить этот процесс И обсудим методы решения самых популярных проблем Как я уже сказал Эти методологии были развиты в основном Для управления процессом разработки программного обеспечения Однако могут применяться в широком спектре задач Примеры этой лекции будут посвящены Очень популярному и волнующему многих в этом зале Проекту Разработке собственной 15-минутной лекции Кэндбэк Один из пионеров методологии гибкой разработки В одном из обсуждений методологии сказал Любая методология основывается на страхе Подумайте над этим утверждением Каждый элемент методологии Призван предотвратить появление тех проблем С которыми автор методологии уже сталкивался в прошлом Если вы боитесь, что ваши программисты наделают много ошибок в коде Пишите автоматизированные тесты Если вам кажется, что заказчики сами не знают, чего хотят Разработайте сначала прототип и покажите им его Если вы боитесь, что ваши разработчики уволятся в разгар работы Пусть они пишут подробную документацию для следующего поколения разработчиков Теперь давайте поговорим, какие из таких методов мы можем применить при подготовке к нашей лекции Сначала мы поочередно применим несколько методов Которые позволят нам лучше управлять самим процессом разработки И внедрять в него другие методы Первый метод – это разбиение на этапы Если ваша работа – это копание огорода Вы можете смело пропустить этот этап Во всех других случаях подумайте, из каких разных чередующихся и блокирующих друг друга этапов состоит ваша задача В разработке программного обеспечения обычно выделяют следующие этапы Это анализ рынка Этап, на котором мы пытаемся понять, что именно нужно нашему пользователю Это этап проектирования Когда мы пытаемся понять, как это должно работать, как мы будем его делать дальше Этап дизайна Когда мы понимаем, как это будет выглядеть Этап кодирования, когда мы реализуем это Этап тестирования, когда мы проверяем, что то, что мы накодировали, соответствует тому, что мы спроектировали Мы вносим правки, выпускаем продукт на рынок и поддерживаем его В лекции я выделяю такие этапы Это этап работы над источниками Это то, что и приводит нас к идее самой лекции Это составление плана Мы подробно обсудим этот вопрос чуть позже Это написание текста Этому посвящена другая лекция 15 на 4 Это создание презентации Этому посвящено несколько других лекций 15 на 4 Это репетиция Репетиция — это очень важный момент И самый простой способ получить помощь в работе над своей лекцией Внесение правок, выступления И еще один важный момент Внесение правок после выступления Которые вы, несомненно, получите Как видите, процессы работы над программой И процессы работы над лекцией похожи до боли И у нас есть план Наш план выглядит блестяще Ну и пойдет ли все именно так? На самом деле да Но только в единственном случае Если вы уже сто раз делали именно такую лекцию Именно на эту тему На практике каждый раз нам приходится делать что-то новое И никогда до самого конца Мы не знаем, каким на самом деле будет наш продукт Наша лекция Ведь в любой момент могут прийти ценные замечания Или ссылки на новые исследования Которых у нас не было сначала Для решения этой проблемы применяют итеративную разработку Важно понимать тонкое различие Между инкрементальной разработкой и итеративной Это две очень разных методологии Которые подходят к разным типам задач Инкрементальная разработка Подразумевает добавление к проекту целостных кусочков Один за другим Этот подход подходит, когда у вас есть четкий план И вы хорошо представляете, какой будет ваша конечная лекция Итеративная разработка Это разбиение процесса производства на итерации В конце каждой из которых мы имеем новую версию лекции Которая может быть не идеальна Но лучше предыдущей И что самое главное Даже с этой самой первой версией лекции Можно попробовать выступить на репетиции Этот подход позволяет в короткие сроки Готовить лекции на новые для вас темы Или с недоступной ранее глубиной проработки Присмотритесь к нему После того, как мы обрели форму нашего проекта Мы можем сразу задаться вопросом А как нам ускорить производство? Первое, что мы можем оптимизировать Еще не начав работы Это объем работ Не пытайтесь ухватиться за все Определитесь с темой лекции Как можно раньше И придерживайтесь ее Не уходите слишком далеко Иначе вам потребуются дополнительные материалы Вам потребуется дополнительное планирование Дополнительный текст Дополнительная презентация, дополнительные репетиции Выбрав тему Тут же определитесь с уровнем сложности С уровнем подготовки аудитории С длиной лекции Будете ли вы рассказывать какие-то подробности Которые интересны только специалистам Либо ваша лекция напротив направлена На заполнение пробелов в образовании обывателей Ответы на все эти вопросы Необходимы вам как можно раньше Для того, чтобы очертить фронт работ И не делать лишнего Чем точнее будут ответы Тем меньше будет перед вами работы И тем лучше будет результат Ответив, мы сможем перейти к проектированию Проектирование Это не перед И не вместо работы Это вид работы Программисты говорят Что хорошая спецификация к программе УДЖЕ содержит в себе половину программы Применив эту максимум к разработке лекции Можно сказать, что хороший план лекции Уже позволяет прочитать ее на репетиции В черновом варианте Как я работаю над планом? Сначала я определяю, какие заглавные темы И в каком порядке я собираюсь рассмотреть После ищу концепции Которые наиболее значимы в рамках этой темы Последующими итерациями проработки Позволяют мне все глубже и точнее понять О чем именно будет лекция Но не обязательно сразу достигать Полной проработки плана Если сегодня у вас недостаточно данных Для углубления плана на следующий уровень точности Продолжите работать итеративно Над следующим этапом разработки Попишите текст, поработайте над презентацией А потом вернитесь к проработке плана с новыми знаниями Тем не менее Качественно проработанный план Может приводить к значительному ускорению В процессе разработки Почему? Этот эффект связан с тем Что планируя, вы имеете намного меньшую степень детализации Чем ваш текст Она помогает удерживать вам сразу весь проект перед собой И находить и устранять крупные ошибки легкими движениями До того, как очень много текста Который вы потом удалите Будет написан Именно с экономией времени На исправлении ошибок И связана высокая эффективность Предварительного планирования Если это так То что еще может нам помочь избежать ошибок? Обычно ошибки Это ошибки выбора из нескольких вариантов И сложен этот выбор по определению Лишь до тех пор, пока мы не знаем, какой вариант лучше Для того, чтобы делать ошибки выбора как можно реже Особенно в условиях неопределенности данных Используйте принцип отложенных решений Делайте выбор в последний момент из возможных Чтобы располагать максимум информации в момент выбора Отложенные решения тесно соприкасаются с темой подробного проектирования Архитектура проекта Проект, план Это набор структурных выборов Это те решения Которые, будучи однажды реализованы Будут сложно и дорого поменять в будущем Поэтому важно детализировать план лишь до той степени На которой польза от детализированного планирования Экономия времени, помните? От ненаписания ошибок Превышает вероятность возникновения ошибок От выборов при недостатке информации Если вы не можете точно с чем-то определиться здесь и сейчас Что-то выбрать Подумайте, а нужно ли оно вам выбирать это здесь и сейчас Может эта информация будет нужна вам лишь через неделю Тогда вы и сможете выбрать через неделю Ведь через неделю вы будете не тот, что сегодня И узнать намного больше С другой стороны И это тоже очень важно Не используйте методику отложенных решений избыточно Помните о выгоде от фокусирования на цели И подробного проектирования В процессе работы мы, конечно же, сталкиваемся с разнообразными проблемами Я разделил их на три категории По методам их решения Это проблемы с тем, чтобы начать работу Проблемы с тем, чтобы вносить изменения С удовлетворяющей нашей скоростью И проблемы со сроками Часто бывает, что проблемы настигают нас Буквально в самом начале работы Мы не можем ее начать Я знаю три мощных методики, помогающих преодолеть ступор Начните с формализации задачи Попробуйте описать задачу максимально подробно Так, чтобы другому человеку без вас было понятно, что нужно сделать Например, если ступор вас застал буквально в самом начале Напишите на листике следующее Мне нужно подготовить план, текст и презентацию к лекции о методологиях разработки Притом учесть сроки репетиции и выступления И оставить немножко времени на переделку Если проблема на следующей стадии, на стадии разработки плана Запишите что-то следующее Мне нужно выписать все самые важные термины, понятия и концепции Затем выстроить их в том порядке, в котором я хочу о них говорить И разбить на темы, и под темы, и внутри темы И если в любой момент вас застал врасплох ступор Попробуйте формализировать то, чем именно вы сейчас собираетесь заниматься Иногда в определенный момент формализации Вы не можете продвинуться дальше И понять, о чем нужно написать Вот в следующем пункте плана Или в следующем пуске текста Большая опасность также заключается в том, что И вот это сейчас важно, проснитесь Мы обычно ничего не знаем о том, о чем мы ничего не знаем Мы даже не знаем, что мы можем знать о чем-то, о чем мы не знаем Поэтому всегда отводите время на работу с материалами На поиск новых статей, которые могут упростить вашу работу Исправить ошибки, улучшить результат Если задача сложна и предметная область для нас в новинку То никакие атаки в лоб не помогут Но у нас всегда остается препарат последней линии Создание прототипа Прототип — это короткий исследовательский проект Который создается для изучения задачи перед ее реальным решением Сделайте короткий трехминутный тизер Презентацию из двух слайдов И расскажите это на репетиции Сразу после этого вы поймете, что делать дальше Через какое-то время работы над проектом Темп работы может упасть К этому может приводить множество разных факторов Но для начала нужно проверить Вы верны ли мы выбрали инструмент для решения задачи Это намного более сложный вопрос при разработке программного обеспечения А при работе над лекцией выбор достаточно прост На первых этапах я обычно использую просто бумагу и карандаш Для того, чтобы накидать первую версию плана После этого я использую Google Документы для написания текста Google Презентации для разработки презентации Текст я обычно пишу примерно пополам с ноутбука и смартфона И большое спасибо Google Документам за хорошую синхронизацию Треть текста лекции я написал на прогулке с телефона Писать было сухо и комфортно Если с инструментами у вас все в порядке И вам нравится писать лекцию тем, чем вы пользуетесь Пойдем искать проблему глубже Если вы не совсем понимаете, что именно сейчас нужно сделать на этапе реализации Вернитесь на этап планирования, проработайте план Если вы понимаете, что сделать И план кристально понятен Но работаете медленно Займитесь тем, что программисты называют рефакторинг Изменение внутренней структуры проекта, улучшение Без изменения его функциональности Наведите порядок в тексте Подберите подходящий шрифт Выровняйте абзацы Аккуратно оформите список источников Проверьте, что текст и план соответствуют друг другу Вычитайте текст и поправьте самые слабые абзацы Зачастую даже незначительных улучшений структуры Достаточно для того, чтобы продолжить работу с повышенной скоростью Если сроки горят, то это вообще самая простая из всех возможных проблем Это очень хорошие новости Дело в том, что много лет исследований в области разработки программного обеспечения Показывают, что если проект не укладывается в срок То есть только один действительно действенный метод Который может его спасти Это уменьшение плана работ Если вы применили все методологии контроля Все методологии оптимизации Все предыдущие методологии решения проблем А у вас все еще слишком много работы А срок слишком близко Уменьшайте запланированное количество работы Если мы говорим о лекции Которую мы рискуем не успеть доделать до выступления То тут очень важно сконцентрироваться Как и при разработке программного обеспечения На поздних стадиях разработки На репетициях и на работе над презентацией Недоработки именно в этих составляющих Могут очень сильно испортить впечатление Даже от хорошей лекции Таким образом мы должны сэкономить время На работе с планом На доработе с текстом И сразу перейти к репетициям Не может, а точно пострадает качество Однако мы успеем закончить лекцию И не сорвем весь ивент Мы применили методологию разработки Программного обеспечения К написанию лекций Должен тут же сказать, что эти методики Как я уже говорил Подходят для создания любых артефактов Интеллектуального труда Не только программного обеспечения Не только лекций Этим алгоритмом можно делать вещи Которые вы не умеете делать Этим алгоритмом можно делать вещи Которые никто на планете не умеет делать Большая часть больших крутых штук сделаны именно так Методологии разработки виртуально продляют нашу жизнь Позволяя сделать за нее больше В условиях надвигающейся роботизации Делать вещи, которые уже кто-то умеет делать Будут делать роботы Людям же остается заниматься вещами, которые делать никто не умеет Для кого-то это звучит пугающе Но я думаю, что это просто замечательно Спасибо за внимание С удовольствием отвечу на ваши вопросы На произвольную тематику Даже на тему лекции Спасибо за лекцию Скажите, пожалуйста Вот там у вас на том слайде На котором было сравнение лекций и разработка ПО Самый первый этап был там, где была проведена параллель между анализом рынка и работой с источниками Не кажется ли вам, что вот в отношении лекции Это гораздо более близким к аналогии было бы выбор темы своей лекции Я просто считаю, что выбор темы это и есть работа с источниками Нельзя взять, сесть и придумать какую-то тему Темой можно откуда-то ее узнать, вдохновиться и начинать изучать ее глубже Я думаю, что работа с источниками и выбор темы это тесно связанные вещи Просто я как бы с той точки зрения посмотрел, что стоит возможно подумать о том, что будет интересно и нужно рассказать аудитории Да, вот именно это анализ рынка и работа с источниками Ну понятно, спасибо В моем мире Я хотела спросить насчет написания текстов Насколько, по твоему мнению, это может испортить лекцию, потому что человек перегорает Потому что он выписывает эти фразы, все выписывает И потом, когда человек выходит выступать после всех множественных репетиций Уже получается лекция довольно мертвенная Я понимаю, о каком феномене ты говоришь Я согласен, что когда люди пытаются в лоб решить инженерную задачу, используя неинженерные методы Получается очень сложно и люди быстро перегорают Сложно написать текст к лекции, пытаясь написать его так же, как диктант на уроке Поэтому я и сделаю эту лекцию С другой стороны, если работать сухо, комфортно и с удовольствием То текст разрабатывается очень быстро, быстрее, чем случайная попытка выдумать его в голове И конечный результат получается намного лучше Говорят, лучше враг хорошего Когда нужно останавливать рефакторинг? Это очень хороший вопрос И есть несколько разных вариантов ответа на него Поэтому я не буду перечитать все, скажу тот, который нравится мне Рефакторингом желательно заниматься параллельно работе В тот момент, когда ты чувствуешь, что займись ты сейчас рефакторингом, работа пойдет быстрее Обычно не стоит заниматься им вместо работы То есть не стоит прокрастинировать Вот я сейчас лучше пойду там почищу что-нибудь вместо того, чтобы пописать Если ты чувствуешь, что ты упираешься в грязность документа В том, что где-то какие-то ошибки, абзацы перепутаны И этому нужна ревизия Вот в этот момент рефакторинг поможет тебе двигаться дальше Не стоит злоупотреблять методологиями ради методологий Употребление всего этого требует времени само по себе Иногда вы применяете методологию, которая не нужна Потому что не решает вашу проблему Потому что проблемы нет Понимаете? Тогда вы просто тратите время Важно отталкиваться от своей проблемы Применять рефакторинг надо при наличии проблемы Спасибо за лекцию Вот у меня такой вопрос Я так понимаю, лекция была немножко экспромтом И это какой-то черновой вариант вашей лекции Будущей Нет 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 Ну если так и было задумано, то поздравляю Ну а теперь больше по сути Вот вы представили набор определенных методов Как можно, вот если действительно необходимо сделать какую-то работу В очень сжатые сроки В очень сжатые Буквально за 20 минут до выступления Насколько они применимы? Я не думаю, что можно сделать работу в такие сжатые сроки Спасибо за лекцию А подскажите, как выбрать тему, если ты, допустим, хорошо знаешь какой-то предмет? Выбор темы для лекции 15 на 4 Ну, по крайней мере, как я рекомендую Должен быть страстью Нужно хотеть прочитать на какую-то тему А потом уже идти узнавать предмет Наоборот, получается хуже Еще раз спасибо за лекцию Но у меня осталась парочка вопросов Вы сказали, что нельзя сделать лекцию за 20 минут Ну, с этим можно тоже спорить Очень долго и очень нудно И ни к чему мы не придем Но все же, вот, допустим, у нас есть какая-то тема Которую мы совершенно не знаем У нас есть доступ свободный в интернет И, допустим, часа 4 свободного времени Можно ли, в принципе, написать хоть какую-то лекцию на эту тему? Я бы отказался от написания текста Потратил ровно половину времени на написание плана Из оставшихся половины Потратил половину на презентацию И оставшиеся четверть потратил бы на короткую репетицию Я думаю, получилось бы ровно за 4 часа что-нибудь с органией Спасибо Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!